Герпесвирусная инфекция Герпесвирусы – семейство крупных ДНК вирусов, которые подразделяют на три подсемейства в зависимости от типа клеток, характера репродукции вируса, структуры генома, молекулярно-биологических и иммунологических особенностей. В настоящее время известно 8 патогенных для человека герпесвирус. Это вирусы простого герпеса 1 и 2 типа, вирус ворицеллозостер, вирус Эпштейн-Бара, цитомигаловирус, вирус герпеса человека 6, 7 и 8 типов. Основные ассоциированные заболевания с данными типами герпесвирусов, вирус простого герпеса 1 и 2 типов, это лобиальный герпес, герпес кожи, слизистых оболочек, офтальмогерпес, генитальный герпес, герпетические энцефалиты, неонатальный герпес и генитальный герпес. Вирус ворицеллозостер, основные ассоциированные заболевания с этим вирусом, это ветряная оспа и опоясывающий герпес. Вирус Эпштейн-Бара, основные ассоциированные заболевания с этим типом герпесвируса, это инфекционный мононуклеоз, назофарингеальная карцинома, лимфома Беркета, беклеточная лимфома. Цитомигаловирус, основные ассоциированные заболевания с данным типом герпесвируса, это врожденные поражения центральной нервной системы, ретинопатии и пневмонии. Вирус герпеса человека 6 и 7 типов, основные ассоциированные заболевания с этими герпесами, они считаются лимфотропными вирусами, предполагают этиологическую связь вируса герпеса человека 6 типа с синдромом хронической усталости и синдромом внезапной экзантемы. Вирус герпеса восьмого типа, основное ассоциированное заболевание, это саркома капуш. Вирусы подсемейства герпеса вирида подразделяются на три подсемейства. Вирусы подсемейства альфа характеризуются быстрой репликацией, цитопатическим действием на культуры клеток. Репродукция происходит в различных типах клеток, они хорошо размножаются в эпидемиальных клетках и фибробластах человека и животных, а также способны к персистенции в нервных ганглиях, обуславливая тем самым латентную инфекцию. К подсемейству альфа герпес вирина относятся вирус простого герпеса первого и второго типов и ворицеллозостровирус. Вирусы подсемейства бета характеризуются медленным ростом в различных видах клеток, которые при этом увеличиваются в размерах, так называемая цитомегалия. Вызванная ими инфекция может принимать генерализованную или латентную форму. К подсемейству бета герпес вирина относятся цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6а, 6b и 7 типов. Вирусы подсемейства гамма герпес вирина характеризуются тропностью к лимфоидным клеткам, к Т и Б лимфоцитам, в которых они способны длительно персистировать, вызывая лимфопролиферативные действия и развитие лимфомы сарком. К подсемейству гамма герпес вирина относятся вирусы Эпштейна-Бара и вирусы герпеса человека 8 типа. В своем вебинаре я не буду подробно останавливаться на особенностях строения этих вирусов, эпидемиологии, патогенезе, клинических проявлениях, а мы с вами поговорим в основном о диагностике данных инфекций. Все методы диагностики герпес вирусных инфекций подразделяются на клиническую диагностику, культуральное исследование, методы микроскопии, иммунологические методы и ПЦР-диагностику. Уникальных методов исследований не существует. Постановка диагноза в основном основывается на совокупности нескольких диагностических методов. Как правило, это клиническая картина и один или несколько из данных перечисленных методов. Что же такое клиническая диагностика герпес вирусных инфекций? Существуют общие признаки герпес вирусных инфекций, такие как появление сгруппированных пузырьков на коже или слизистых оболочках, которые заполнены прозрачной жидкостью, а также ощущение жжения, зуда или боли в месте возникновения высыпаний, отек и покраснение кожи вокруг высыпаний, а также общие симптомы, такие как лихорадка, головная боль и усталость. Возможно также увеличение лимфоузлов в области поражения. Что же такое культуральное исследование? Культуральное исследование – это метод диагностики, который используется для выявления наличия герпес вируса в биологических образцах. Для этого биологический материал помещается на специальные питательные среды, обогащенные необходимыми питательными веществами. Если вирус присутствует в образце, то он начинает активно размножаться в клетках на питательной среде. В результате образуются характерные видимые изменения, такие как цитопатические эффекты, то есть повреждения клеток, или появление специфических морфологических структур вируса. Для идентификации герпес вируса после культурального выращивания используются различные методы, такие как иммуноферментный анализ, иммуногистохимическая окраска или ПЦР-диагностика. Однако, как и у любого метода, у культурального исследования есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам метода относятся, используя этот метод, есть возможность определения чувствительности вируса к антивирусным препаратам. Чувствительность данного метода достигает 70-80%, а специфичность этого метода составляет 100%. Но, как я уже и говорила, у этого метода есть свои недостатки. Это длительность анализа, анализ достаточно длителен и проводится в течение 2-8 дней. Процесс достаточно трудоемкий, и к недостаткам метода можно отнести также его в высокую стоимость. При этом для проведения данного исследования необходимы определенные условия проведения исследования. В основном это исследование проводится в вирусологических лабораториях и, соответственно, не используется в рутинной практике. Для визуализации герпес-вирусных инфекций применяются следующие методы микроскопии. Метод иммунофлюоресценции. Метод иммунофлюоресценции позволяет определить наличие герпес-вирусов в тканях или клетках с помощью специфических антител. Как правило, меченных флюохромами. Вирусные антигены прокрашиваются специфическими антителами, связанными с флюохромами, что позволяет визуализировать места присутствия вируса под микроскоп. А также одним из методов микроскопии является электронная микроскопия. При ее помощи можно увидеть структуру герпес-вирусов на уровне клетки, что помогает в идентификации вируса и получении его морфологии. Можно увидеть следующие особенности структуры герпес-вирусов. Герпес-вирусы обладают извилистой капсидной оболочкой, содержащей двойную спираль ДНК внутри. А также часто видны характерные шейпы или выросты на поверхности вирусных частиц, которые могут помочь в их идентификации. Иммунологические методы Существует несколько иммунологических методов диагностики герпес-вирусных инфекций, включая ферментно-связанный иммуносербентный анализ. Это иммунохимический метод анализа, используется для определения наличия антител или антигенов в образце. Принцип основан на взаимодействии антител и антигенов, находящихся на поверхности микротетровой пластины. После добавления специфического фермента происходит реакция, которую можно калориметрически измерить и определить наличие и количество целевого вещества в образце. Иммуноферментный анализ, или ИФА, является одним из основных методов для диагностики герпес-вирусных инфекций. Он основан на использовании антител, которые связываются с вирусами герпеса. Можно определить наличие иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G антител герпес-вирусом, что позволяет выявить стадию инфекции и определить, является ли инфекция новой или хронической. Иммунохроматографический метод – это тест, который основан на обнаружении антител герпес-вируса через их взаимодействие с антигенами на специальных полосках. Результаты этого теста можно обычно получить достаточно быстро, за несколько минут, что делает его очень удобным в использовании. Следующий метод – это иммуноэлектрофорез. Иммуноэлектрофорез – это метод, который используется для анализа белков и антител путем их разделения в электрическом поле. В случае герпес-вирусных инфекций иммуноэлектрофорез может использоваться для дополнительного изучения антител герпес-вирусом и анализа их взаимодействия с антигенами. При использовании иммунологических методов есть определенные преимущества. Это достаточно высокая чувствительность, которая позволяет обнаружить даже низкие концентрации антител или антигенов в образце. Это высокая специфичность. Благодаря использованию специфических антител обеспечивается точное определение целевого вещества. И высокая скорость и автоматизация. Иммунологические методы позволяют проводить анализ большого количества образцов одновременно, что непосредственно экономит время и усилия. ПЦР-диагностика. ПЦР-диагностика – это метод молекулярной биологии, который позволяет увеличить и идентифицировать определенные участки ДНК или ЛНК в образце, что позволяет детектировать наличие инфекционных агентов. Преимущества данного метода – это его высокая чувствительность. ПЦР способен обнаружить даже небольшие количества вирусной ДНК, что делает его более надежным методом. Также к преимуществам метода относится его специфичность. ПЦР позволяет точно идентифицировать конкретный вид герпеса, что важно для выбора правильного лечения. А также, возможно, количественное определение. Непосредственно еще к преимуществам метода можно отнести скорость получения результата. Скорость получения результата варьирует в среднем от 3 до 4 часов. Безусловно, ПЦР – это не идеальный метод, и у него имеются свои недостатки. ПЦР – это высокотехнологический метод, требующий соблюдения строжащих правил устройства и оснащения лабораторий. С другой стороны, далеко не всегда положительный результат ПЦР означает наличие заболевания. Например, человек пролечился от какого-либо заболевания, но погибший или уже не опасный возбудитель будет еще некоторое время находиться в биоматериале. То есть будет определяться его генетический материал. Другой недостаток метода – это возможность получения отрицательного результата даже при наличии явной клинической картины. Одна из наиболее возможных причин здесь является то, что материал был взят не согласно инструкциям, которые дает лаборатория. И четвертый недостаток данного метода – это мутации штаммов. При создании праймеров, которые используются в ПЦР, используют специфичный для данного микроорганизма фрагмент ДНК, который наименее подвержен изменениям. Он выбирается из так называемой высококонсервативной области ДНК. Но изменчивость микроорганизмов может приводить к тому, что некоторые генотипы или штаммы исследуемого возбудителя могут приобретать и накапливать мутации именно в амплифицированном участке генома и становиться неуловимыми для данного праймера, то есть системы в целом. Диагностика вируса простого герпеса первого и второго типа. Материалом для исследования здесь служат содержимое пузырьков, визикул со слизистых оболочек и кожи, половых органов мужчин и женщин. В основном данный биоматериал используется для микроскопического исследования, культурального исследования, выделения антигенов и выделения ДНК вирусов. Мазки со скобы со слизистых оболочек цервикального канала и уретры используются в основном для выявления ДНК вирусов. И сыворотка крови или спинномозговая жидкость используется исключительно для выявления антител. Этиологическая лабораторная диагностика включает вирусов герпеса простого типов, вирусов простого герпеса первого и второго типов, включает микроскопическое исследование, выделение и идентификация вирусов в культуре клеток, выявление антигенов или ДНК-возбудителя и определение специфических антител. При микроскопии мазков выявляют многоядерные гигантские клетки, так называемые клетки цанка, с цельцами включений коудри. Для выделения вирусов из культуры клеток в основном используют культуры клеток и проводят посев исследуемого материала на куриные эмбрионы. Вирусы образуют бляшки и дают характерный цитопатический эффект. Но основной диагностикой в рутинной практике является выявление антигенов, выявление ДНК-возбудителя и определение специфических антител данных типов герпеса. Особенности интерпретации. Результат. Обнаружение вируса специфических антител иммуноглобулинов М свидетельствует о первичной инфекции, реже может свидетельствовать о реактивации или реинфекции. Выявление антител вируса простого герпеса иммуноглобулинов А свидетельствует о активном инфекционном процессе или затяжной отечении при дебюте герпетической инфекции, реинфекции или реактивации. Выявление антител вируса простого герпеса иммуноглобулинов М и или иммуноглобулинов А свидетельствует о врожденной инфекции или о неонатальном герпесе. Выявление антител иммуноглобулинов G свидетельствует о латентной инфекции, то есть о инфицировании. Выявление ДНК вируса простого герпеса свидетельствует о наличии активной репликативной стадии вирусной инфекции. Инфекция, вызываемая вирусом Варицеллозостер вирусом. Здесь материалом для исследования служат соскоб из очага поражения. В основном он используется для микроскопического исследования, выделения вируса и выделения ДНК данного вируса. Плазма крови, спинномозговая жидкость соскоба и сослизистая оболочка ротоглотки используется для выявления ДНК вируса. И сыворотка или плазма крови и спинномозговая жидкость используются для определения антител. Итеологическая лабораторная диагностика включает визуальное обнаружение вируса методом микроскопии, выделение вируса или его ДНК и определение антител. При этом основными здесь являются выявление ДНК возбудителя и определение специфических антител. При микроскопии выявляют клетки цанка с тельцами включения, а вот выделение проводят на культурах фибробластов эмбриона человек. Основную роль в лабораторной диагностике инфекции, вызываемой вурицелозустр вирус, отводят выявление ДНК вируса методом ПЦР и определение специфических антител иммуноглобулинов М, иммуноглобулинов G к антигенам вируса с использованием ИФА. Определение о видности специфических антител иммуноглобулинов G позволяет оценить сроки инфицирования, установить период развития инфекционного процесса, дифференцировать острую инфекцию от инфекции, перенесенной в прошлом, и первичной инфекции от реактивации. Особенности интерпретации результатов Наличие ДНК вурицелозустр вирус и антител иммуноглобулинов М свидетельствует о активной инфекции. Обнаружение специфических антител иммуноглобулинов М свидетельствует о первичном инфицировании или реактивации инфекции. Обнаружение антител иммуноглобулинов G свидетельствует о наличии постинфекционного иммунитета или о существующей латентной инфекции. Отсутствие антител иммуноглобулинов М и обнаружение антител иммуноглобулинов G здесь всегда даются рекомендации о повторном обследовании через 7-10 дней. При этом особенностями диагностики вурицелозустр вирус является нарастание титра антител иммуноглобулинов G в 4 раза, которые свидетельствуют о текущей инфекции. Также может свидетельствовать о реинфекции или реактивации этого вируса. Инфекция, вызываемая вирусом Эпштейн-Барен. Здесь материалом для исследования может служить кровь, плазма крови, лимфоциты и лейкоциты, мокрота, моча, слюна, спинномозговая жидкость, соскобы из зева и смывы из носоглотки. Они в основном используются для выявления ДНК возбудителя и определения антигенов. И сыворотка крови, которая используется в основном для определения антител. Этиологическая лабораторная диагностика включает выявление ДНК и антигеновозбудителя, а также определение антител к антигенам вируса Эпштейн-Барра в крови. Также используется метод иммуноблота для определения антител класса иммуноглобулинов G к отдельным белкам и иммуноцитохимии или иммуногистохимии. Метод иммуноблота для определения антител класса иммуноглобулинов M и иммуноглобулинов G к отдельным белкам. Белок ВСЕ-125 свидетельствует всегда о ранней фазе течения инфекции. Белок ВСЕ-19 свидетельствует о периоде разгара течения инфекции и может выявляться на этапе завершения острого процесса. Белок ВСЕ-22 свидетельствует о поздней фазе течения инфекции, выявляется одиночно или совместно с P79. Отмечается также частое присутствие иммуноглобулинов M-P45 и P79 при активном процессе. Иммуноглобулинов M-P43 и иммуноглобулинов G-P27 коррелируют с тяжестью течения инфекции, а выявление иммуноглобулинов M-P65 и M-P33 с наличием гепатоиспленомегали. Использование иммуногистохимии для выявления антигенов вируса Эпштейна-Бара нашло применение для диагностики веб-ассоциированных опухолей. Но основными в рутинной практике являются все же выявление ДНК-возбудителя, выявление антигенов-возбудителя и определение специфических антител. Идентифицированы несколько групп антигенов вируса Эпштейна-Бара. Выявление антител, которым позволяет определить наличие инфекции, а также дифференцировать стадию заболевания, прогнозировать развитие и контролировать эффективность проводимых лечебных мероприятий. В ранней фазе литического процесса вирус вырабатывает ранний антиген. Затем одновременно с вирусным геномом появляется капсидный антиген. Во время латентного цикла происходит синтез ядерного антигена. А также латентных мембран белков и небольших молекул РНК. Определение антител иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G к отдельным белкам позволяет более точно определять фазу течения инфекции, учитывая высокую частоту персистенции вируса. Выявление же ДНК вируса Эпштейна-Бара при диагностике может быть проведено в качественном и количественном формате. Количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Бара в крови дает возможность отличить носительство, то есть будет низкая концентрация вируса, от проявления инфекционного процесса с активным размножением вируса Эпштейна-Бара. Цитомигаловирусная инфекция Цитомигаловирусная инфекция. Здесь материалом для исследования служат кровь, сыворотка липлазма, лейкоциты крови, моча, слюна и спинномозговая жидкость. В основном они используются для культуральных исследований и для выявления ДНК-возбудителя. Пуповинная кровь и амниотическая жидкость используются исключительно для выявления ДНК. Слюна моча используется исключительно для выявления антигенов. И сыворотка или плазма крови может использоваться для определения антител. Этиологическая лабораторная диагностика включает микроскопические исследования, выявление возбудителя в культуре клеток, обнаружение антигенов или ДНК и определение антител иммуноглобулинов М, иммуноглобулинов А, иммуноглобулинов G и о видности антител иммуноглобулинов G. При проведении микроскопического исследования основными морфологическими признаками цитомигаловирусной инфекции являются гигантские клетки с внутриядерными включениями, так называемые цитомигалы или называемые совиные глаза. Можно посмотреть на первой картиночке. Наличие таких клеток указывает на репродукцию вируса, однако они обнаружатся далеко не во всех случаях активной инфекции. Диагностическая чувствительность метода микроскопии не превышает 50%. Иммуноблот позволяет детектировать антитела иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G к отдельным белкам цитомигаловируса, подтвердить специфичность исследования, следить в динамике за появлением и исчезновением отдельных белков, что имеет высокое диагностическое значение и прогностическое значение. Наличие антител к отдельным антигенам вируса подтверждает формирование иммунного ответа к цитомигаловирусу. Но основными рутинными методами являются обнаружение антигенов, выявление ДНК и определение антител. Особенности интерпретации результатов. При отследовании больных при подозрении на активную и манифестную форму заболевания необходимо провести количественное определение содержания ДНК цитомигаловируса в крови. Также выявление прямых маркеров репликации вируса, то есть ДНК или антигенов, свидетельствует о наличии инфекции. Антитела иммуноглобулины М являются маркерами первичной герпесвирусной инфекции. Выявление антител иммуноглобулинов А или низковидных антител иммуноглобулинов G подтверждает наличие инфекции. При повторном выявлении антител иммуноглобулинов М и отсутствии иммуноглобулинов А или низковидных иммуноглобулинов G, результат выявления антител иммуноглобулинов М считают ложноположительным. И выявление антител иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G к предранним белкам-антигенам и низковидных антител иммуноглобулинов G свидетельствует о первичном инфекционном процессе. Инфекция, вызываемая вирусом герпеса человека 6 и 7 типов. При диагностике вируса герпеса человека 6 типов можно использовать плазму крови, спинномозговую жидкость, лейкоцитарную фракцию крови, а также слюну. Этот биоматериал используется в основном для выделения ДНК возбудителя и выявления возбудителя в культуре клеток. Сыворотка же крови при диагностике герпеса вирусом 6 типа используется для определения антител. При диагностике герпес вируса 7 типа используется плазма крови, слюна, спинномозговая жидкость и биоптат. Они используются исключительно для обнаружения ДНК возбудителя. Сыворотка крови, это биоматериал, может использоваться при диагностике и определении антител. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики герпес вирусов 6 и 7 типов. Выявления возбудителя в культуре клеток в настоящее время для рутинной диагностики инфекции, вызываемой вирусами герпеса 6 и 7 типов, не применяются ввиду их трудоемкости, длительности исполнения и необходимости определенных условий проведения исследований. Основным методом является детектирование и определение концентрации ДНК методом ПЦР. При исследовании цельной крови для диагностики инфекции предпочтительно количественное определение ДНК, которое позволит дифференцировать латентную и активную инфекцию, поскольку вирус может присутствовать в лейкоцитах даже здоровых лиц. Обнаружение ДНК вируса в плазме крови, но не в цельной крови, подтверждает наличие активной инфекции. Для выявления специфических антител иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G к антигенам вируса герпеса человека используют преимущественно метод ИФА. Определение антител иммуноглобулинов G может быть выполнено также в качественном и в количественных форматах. Обнаружение антител иммуноглобулинов М позволяет установить диагноз текущей первичной инфекции. Результаты определения антител иммуноглобулинов G в количественном формате позволяют провести динамическое наблюдение, а также оценить состояние постинфекционного иммунитета к вирусам герпеса человека. Особенность интерпретации результатов данных герпес-вирусов. Здесь индикаторами активной инфекции служат наличие ДНК вируса герпеса человека 6-7 типов и антител иммуноглобулинов М. Антитела иммуноглобулина G появляются в крови на 7-10 сутки болезни и сохраняются в течение всей жизни. Для установления факта первичного инфицирования необходимо количественное определение антител иммуноглобулинов G в динамике. Инфекция, вызываемая вирусом герпеса человека 8-го типа. Здесь материалом для исследования служат сыворотка крови для определения антител и биоптаты для обнаружения ДНК вируса. Этиологическая лабораторная диагностика включает обнаружение ДНК и антигенов вируса, определение специфических антител, методы лабораторной диагностики и особенности интерпретации этих результатов. Поставить диагноз сарком и капоши по клинической картине достаточно просто, если известно, что у пациента имеется ВИЧ-инфекция или иммунодефицит другой теологии. При наличии пяти и более типичных элементов диагноз сарком и капоши можно установить и без гистологического подтверждения. При наличии сомнений очаги могут быть в виде телектанзии, энхимозов, энкилоидов или очагов киперкератоза. Проводят биопсию элемента с дальнейшим гистологическим исследованием. Диагноз сарком и капоши может быть подтвержден обнаружением ДНК вируса герпеса человека 8-го типа, методом ПЦР в ткани элементов. За несколько месяцев до появления первых элементов сарком и капоши в сыворотке крови можно обнаружить антитела к вирусу герпеса человека 8-го типов. Преимущественно в этом случае используется метод ИФА. В нашем стационаре диагностика герпес вирусных инфекций проводится методом ПЦР. Почему же мы выбрали именно ПЦР-диагностику? ПЦР-диагностика позволяет нам определить ДНК вирусов, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов, ворицеллозостервируса, вирусы Эпштейна-Бара, цитомигаловируса, вирусы герпеса 6-го типа и 8-го типов. Этот метод обладает высокой чувствительностью. Чувствительность составляет 94,2-100%. Специфичность данного метода составляет 98,4-100%. Используя ПЦР-диагностику возможно также количественное определение герпес вирусных инфекций. В нашей лаборатории используется количественное определение цитомигаловируса и вируса Эпштейна-Бар. А также ПЦР-диагностика, как уже говорилось ранее, это достаточно быстрое получение результата. Приблизительно это занимает около 3-4 часов. Количество биоматериала для исследований на герпес вирусные инфекции с каждым годом увеличивается. И так, допустим, количество биоматериала для исследований в 2019 году по вирусу Эпштейна-Бар составляло около 500 проб. В 2023 году количество достигло 1100 исследований. Количество биоматериала, которое принесли на исследование в 2019 году по цитомигаловирусной инфекции, составляло около 700 исследований. В 2023 году она достигла практически отметки 1400 исследований. И, допустим, если рассматривать вирус герпеса 6-го типа, то в 2019 году количество исследований составляло около 500. В 2023 году количество этих исследований уже перевалило за 1000 исследований. Клинически значимые вирусные инфекции у онкологических больных в основном встречаются после интенсивных курсов химиотерапии, приводящих к выраженной иммуносупрессии. Достаточно часто вирусные инфекции наблюдаются у больных после высокодозной химиотерапии с трансплантацией клеток предшественников гемопоэза и больных лейкозами и лимфомами. Наиболее часто в нашем стационаре выявляются цитомигаловирусная инфекция, вирус обштейна Бара и вирус герпеса человека 6-го типа. Реактивация вируса обштейна Бара может наблюдаться после трансплантации костного мозга или после химиотерапии. Инфекция, вызванная вирусом обштейна Бара, может проявляться в виде инфекционного мононуклеоза, однако в ряде случаев трансформация лимфоидных клеток под воздействием вируса приводит к развитию клональных лимфопролиферативных заболеваний. У больных с хроническим лимфоликозом вирус обштейна Бара также может приводить к развитию синдрома Рихтера или лимфомов-Ходжкина. В разные годы выявление ДНК данного вируса в нашем стационаре варьировало до 5% от доставленного исследования биоматериала. Также преимуществом ПЦР-диагностики именно в стенах нашего учреждения является возможность количественного определения ДНК данного возбудителя. Цитомигаловирусная инфекция Самая подверженная цитомигаловирусной инфекции группа онкологических больных – это пациенты после трансплантации костного мозга. Как и другие герпес-вирусы, после первичного инфицирования цитомигаловирус в виде латентной инфекции остается в тканях пожизненным. Более 80% серопозитивных пациентов, получающих аллогенную трансплантацию костного мозга, имеют реактивацию вируса в процессе лечения. Наиболее частыми формами цитомигаловирусной инфекции у онкологических пациентов являются пневмония и гастроэнтерит. Однако возможно поражение и других органов и тканей, например, такие как эзофагит, миокардит, гепатит, энцефалит, ретинид. Постановка диагноза основывается на комплексе данных. В основном это клиническая картина, факторы риска и наличие виремии. В разные годы выявление ДНК цитомигаловируса варьировало в нашем стационаре от 1 до 12% от доставленного на исследование биоматериала. Также основным преимуществом использования ПЦР-диагностики в стенах нашего учреждения является количественное определение ДНК данного возбудителя. Вирус герпеса 6 типа является важным патогеном у пациентов после трансплантации органов, а также у больных после трансплантации костного мозга. Сирологическая реактивация обычно предшествует появлению симптомов, которые включают такие симптомы, как лихорадку, сыпь, пневмонит, гепатит, милосупрессию и неврологические изменения. В разные годы выявление ДНК данного возбудителя варьировало от 5 до 12% от доставленного на исследование биоматериала. В стенах нашего учреждения возможно только качественное определение ДНК данного возбудителя. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.